МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях организатор праздничных мероприятий Евгения Уник. Здравствуй, Жень. Здравствуй, Ирина. Уже не первый раз с тобой общаемся. Каждый раз ты нам рассказываешь о каких-то ярких событиях, мероприятиях, которые вы организуете в нашем городе. И, насколько я понимаю, совсем скоро стартует какой-то новый проект. Расскажи чуть подробнее о том, что это будет. Да, действительно, новый, интересный, очень осенний проект. Он называется «Арт-проект для творческих людей в зонтов». Мы его назвали так, но идея такова. Есть такое российское движение, можно сказать, даже международное, потому что страна России, а есть у нас и Белоруссия, и Украина, и так далее. Тоже присоединились. Это девушки, женщины-ведущие, которые организовывают и проводят различные интересные мероприятия по всей России, в каждой в своем городе. И мы решили присоединиться к этому движению. Называется это «Шоу Вуман Раша», это движение, и в рамках пиар-провокации «Девы к девы». То есть «Где вы, где вы?» Сотворите какое-нибудь интересное мероприятие, формат любой. Но мы выбрали городской, нам это интересно, выйти за рамки частных праздников, потому что это, наверное, повседневное то, что мы делаем. Мы любим свою работу. Собрали команду, любые девушки, ведущие, могли прийти. Была реклама в интернете, приглашали лично кого-то. Кто-то остался в этой команде, это те, кому интересно двигаться, кому интересно творить. И вот мы своей командой организовали вот такое мероприятие. Зонт-офф. Зонт-офф. В чем же смысл? Ну, смысл такой, значит, арт-проект для творческих людей. На самом деле мы выбрали зонтик как арт-объект в этом году. То есть этот проект, мы надеемся, будет такой долгосрочный. И каждый год можно будет делать что-то другое под этим названием арт-проект для творческих людей и зонтов. В этом году мы взяли зонтик и решили пригласить творческих людей, художников, дизайнеров, модельеров. Почему? В октябре мы нашли в интернете просто сенсационную новость. Новость – день рождения зонтика. 10 тысяч лет. Ну, просто нереальный день рождения, его надо как-то отпраздновать. Поэтому мы призываем людей сделать что-то необыкновенное с зонтиком. Если ты фотограф, напечатай авторскую фотографию на зонте. Если ты художник, нарисуй картину. Это очень красиво смотрится. Если ты модельер, сделай самый модный аксессуар этой осени. Лучшие работы будут выставлены на финальном мероприятии. И пройдет там награждение. Мероприятие будет называться «Амбрелла Найт». Такая ночь зонтов. Будет оно проходить в ресторане «Небо». Мы готовим очень интересную программу. Естественно, девушки-ведущие, которые взяли за этот проект, они будут участвовать. Они готовят нереально интересное шоу. Будет приглашенный гость. Такая интрига, кто приедет в Рязань под зонтом. Мы узнаем чуть позже. У нас очень уже много появляется партнеров, кто в этом заинтересован и хочет нам помогать. Это особенно приятно. Мы планируем до мероприятия, которое будет 28 октября, сделать такой флешмоб, где люди могут прийти с этими своими зонтиками. Да, любой горожанин, любой рязанец может сам, помимо номинаций для художников, модельеров, фотографов, сделать зонтик своей мечтой. Вот любой, маленький, большой, средний и так далее. Будет и голосование просто зрителей, и будет у нас жюри, артисты, художники, фотографы, которые тоже будут оценивать. Мы это хотим сделать на одной из центральных улиц Рязани. Мы понимаем, что дождливо, может быть и холодно, но зонтик нас спасает, это такая некая крыша. Какая-то улица, мы сейчас в процессе, где это будет? Такое танцевальное шествие, танцевальный флешмоб. Посмотреть эти зонты, порадоваться вот этому красивому действию. Но вот этот акцент такой на зонтик, но этим не ограничивается наше мероприятие. У нас еще ряд конкурсов в интернете сейчас идут, и один из них стартует на следующей неделе. Как две капли он будет называться. Это значит, если ты похож на какого-то известного человека, возможно, своя фотография, фотография этого человека. Вот будет прописан этот конкурс. У нас есть очень хорошие подарки. Многие к нам присоединяются, и вот за такие интернет-конкурсы партнеры дарят приятные очень призы. Поэтому участвуйте в интернет-конкурсах, потом приходите к нам на флешмоб, и самых-самых активных, так скажем, те, которые победят в этих номинациях, будут ждать самое нереальное модное событие. Это Umbrella Night 28 октября в ресторане «Невра». Жень, ну, насколько я понимаю, акция уже стартовала. Вот каким образом все эти художники, фотографы должны заявлять о своем желании поучаствовать? Куда-то нужно написать, куда-то нужно отправить фотографию своей работы. Как это все будет происходить? У нас сформирована в «Контакте» группа. Называется она «Арт-проект Зонт Офф», так она и называется. Через эту группу мы приглашаем как раз людей. Мы оповещаем о нашем конкурсе. Ну и, конечно, так как нас достаточно много, нас более 10 девушек-женщин, которые работают в этом проекте, то у каждой есть определенная задача. И есть, кто целенаправленно будет лично рассылать такие приглашения людям, модельерам, дизайнерам, художникам, и просто объявлять простым людям, что вы можете поучаствовать. А там группа у нас сформирована в обсуждениях номинаций, где можно написать «Да, я участник» и свой контакт. Ну или те из нас, которые приглашают отдельно людей, они, конечно, составят свой список. Как вообще рязанцы реагируют на подобные предложения? Хорошо. То есть уже многие люди, во-первых, увидели, у нас афиши появились, баннеры, что это за брелонайт, мы хотим участвовать, то есть мы хотим прийти, просто посмотрите, мы хотим участвовать как участники. И кто-то пишет ВКонтакте, уже оставляют заявки, а есть кто лично спрашивает, что я хочу участвовать, до 14 октября мы принимаем заявки. И, собственно говоря, просто рязанцы хотят, они понимают, что это достаточно просто. Ну как, это несложно взять любой зонтик и сделать из него какой-то интересный арт-объект. А еще пока не присылали никакие фотографии? Ну да, это будет следующий этап. Мы вот как бы с 1 октября, у нас до 14-го подачи заявок, а с 1 октября уже более активно будем смотреть, что они присылают. Но, скорее всего, да, все-таки будем просить фотографии. То есть была мысль, что у нас комиссия сформирована из наших организаторов, как бы отсмотрит, но времени не так много у каждого. Наверное, сделаем это все-таки через фотографию. Будем смотреть предварительно. Потом пройдет флешмоб. Вот флешмоб для того мы организуем, чтобы вот эти все работы посмотреть. Потому что, естественно, на финальном шоу столько, много людей и участников это не смогут увидеть. То есть для этого делается вот флешмоб такой. Жень, ну основная цель этого проекта как-то раскрасить столь быстро наступившую осень? Да, в этом году действительно. Сентябрь просто похож уже почти на ноябрь. Идея была такова, да. Действительно, раскрасить осень, сделать ее яркой, красивой. И еще раз убедиться, что у нас ведь есть талантливые творческие люди и дать возможность поучаствовать ну в не очень тяжелом таком задании, выполнить не очень тяжелое задание и показать, что вот есть у нас такие таланты. Есть. Мне кажется, это вообще всегда очень ценно, когда люди не ограничивают свою работу только на коммерческой основе. Я сделал, это я продаю. А может показать, что я вот просто это умею. У меня есть талант, способности. Я хочу, чтобы все посмотрели. Некая популярность, тоже хорошо. Женя, а для девушек-ведущих, чем это интересно? Еще раз опробовать все свои организаторские способности? На самом деле, да. Здесь получается, что мы могли бы выбрать любой формат. Это мог бы быть просто концерт, допустим, да, который мы проводим. Ну, мы можем это проводить и часто делаем. Но пиар-провокация уже говорит о том, что мы должны выйти за рамки какие-то из области комфорта и попробовать себя в чем-то другом. Кто-то вообще никогда не организовывал подобные мероприятия, и это тяжело, и это идет некое обучение. Мы будем с нетерпением ждать октября, будем ждать финала. Надеюсь, что мы все увидим своими глазами, обязательно покажем и расскажем обо всем зрителям. Тебе спасибо, что сегодня к нам пришла. Желаем успехов в вашем проекте. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова